всем привет уважаемые зрители с вами ингвар и добро пожаловать конечно же на очередное видео и вновь на реакцию сегодня у нас канал wagon рад мы когда-то вроде бы его смотрели но очень давно и видео я не скажу что очень старое и не скажу что очень новое потому что не вчера вышла а три недели назад а можно же месяц очень специфическое видео подписчика порекомендовал и такой подумал почему бы и нет видео называется transformers rise of the best это пипец просто мягко скажем пипец потому что если я прочту как здесь написано то это как бы вот как я могу зашифрованно сказать это число пи да как бы как и там говорил придумал пи забор и как бы вот это самая до концовка и вот и все но в общем не будем об этом то есть здесь что до чего да как мне подписчик чуть-чуть дал понять о чем это видео то есть здесь имеется как бы некоторые что ли критика крылья бомбеж я не знаю что тут будет наверно тут сейчас у нас будет какая-то баталия происходить то что я скажу все круто он скажет все не очень круто или что-то это ну то же самое или как я не знаю посмотрим в общем давайте не гадать давайте перейдем к рабочему столу и смотреть начинаем при этом просмотра так очень ой 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 музяка вот это здрась мне нравится уже начало вот это личико тролля ну ладно значит он сказал здравствуйте ну здравствуй за эти мальчики и девочки свете последних событий я должен сказать трансформеры последний рыцарь не такой уж и плохой фильм серьезно раз это просто рекордсмен по убийству франшизы между фильмами б я был перерыв максимум года три а между последним рыцарем и свальником бубуби вообще прошел год а потом фильмов не было пять пять лет как you can see me и подавлю пил здесь оказывается имеется чуть-чуть мата я может его запеку может быть оставлю как бы у меня контент не восемнадцать плюс у меня чуть-чуть полные же но давайте представить как будто это не мат это это помехи типа он что-то это это вот представляем да как вы по всему слину пять лет ну за пять лет как бы вроде бы они нас могли удивить хотя качество графика ну ладно может сюжет будет бомбический ну в общем слушаем слушаем такое время люди ожидали чего угодно нормальный перезапуск хоть каком-то роде попытки в повышение кассовых сборов изнасилования режиссера ради результата камео миньонов и мастера чифа секс дворфами боже да в конце концов джон сина что вышло в итоге сборник гигов а почему почему оптимус праймал выглядит достаточно хорошо если без шуток несмотря еще где какие ракурсы потому что где-то он выглядел правда очень хорошо где-то относительно так если без шуток то по некоторым кадрам он получился шикарно то есть здесь я пожалуй скажу но а насчет уилджика я пожалуй скажу да тут беда как бы это не вылджик это кто-то как бы если бы это был бы другой герой с другим именем и сказал бы перфекта дали сама не инканта не густо ну и в общем да раз вы дали имя вылджик то как бы возникает вопрос почему он таким стал слушание дизель к трейлеру в натуре написали мы делаем трейлер ждите трейлер и знаете что они написали в трейлере мы сделали трейлер и в целом я даже начал осознавать на кого подобные акты вандализма нацелены если ты условный хипстер который пьет крафтовое пиво или работает в макбуке и смотрит только фильмы марвел появление фуриашек для тебя будет как для моей бабушки постороннее свежо необычно волосатыми сиськами за как у вас а после просмотра трейлера я уверен что заимел парочку душевных травм и вот вы помните что было до выхода трейлера когда первый трейлер вышел я соглашусь я вообще не понял что это я в какой-то момент подумал что все для меня трансформеры тоже закончились потому что этот первый трейлер уничтожил считаете все то есть то что я знал и видел понимал помнил все но когда я увидел второй трейлер я думаю они реанимировались реабилитировались и как бы я немножко говорю по-другому что в итоге получится мы узнаем летом так что пока не стоит торопиться неважно что там скажут кассовые сборы в какой-то там промежуток какие-то алиэксперт такие так далее пока ждем лично я смеялся в лицо людям которые говорили что фильме будет юникрон на тысячи чертей вы сами то в это слушайтесь они слили кинофраншизу и в половине фильмов там прилетала планета чтобы все сожрать а после они делают перезапуск находясь на грани потому что после рыцаря уже рисковать нельзя поэтому бамбл биевый выходит неплохим и нехорошим но приемлемым это начало новой трилогии которой нужно как по минному полю ходить что сделают эти люди сделать главным владеем поедающую планету которая является якобы самой сильной тварью вообще во вселенной транспуперов да черт их побери как я услышал у одного иностранца кажись и микрон не будет главным злодеем в этой трилогии он не просто так нам был показан в трейлере они его нам показали чтобы наоборот приманить людей это слова иностранца и и порадовать фанатов но на самом деле злодей самый главный будет другой не знаю скерч может не скерч может быть там какой-то гальватрон мегатрон и так далее я без понятия но и микрон кажись да опасные главные но есть кто-то еще главнее каким-то образом вроде что-то такое имеется сольники не было даже мегатрона а за желтой мочой послали двух ладно трех бойцов класса таракан которые не пережили удар тапка это дичайший мем потому что в самом начале автоботом нужно победить хренатень которую побеждают в самом конце и только потом причем якобы по бокс-арту опираясь только на теории и волю божью после этого перед титрами появится ну хотя бы мегатрон зря мы вообще фигурки затронули ладно уж паршивая пародия на human alliance просто жирпотреб для вкида шумихи вокруг фильм бизнес наживаться на детях и бизнес идет хорошо потому что реюзать игрушку мегатрона со второго фильма еще ладно называемого батл трэпа меня просто это аренхайд это аренхайд это не батл шепп вы скажете это батл шепп это батл трэп это батл ёмая как это самое эмси всякие да в рэпах это эмси батл чуря погнали йоу нет это аренхайд перекрашенный говорит что это божественная фигурка нет потому что это перекрас и такой себе то есть мы перекрасили круто да но голова то же самое дизайн машинки но что-то да и то вообще мимо но ладно сгодится кто-то купит скажет вот какая вещь офигенная но на самом деле наладачивать санитаром и так половина тойлайна потому что что мешает втянуть фигурки возрастом больше 10 лет давайте еще блицинга окунем в голубую краску будет старскрим ведь энергоновый бред из прошлого фильма тоже можно до сих пор впаривать как это связано да никак ебта видео честно у меня начинается паранойя потому что теория с виде кроном оправдалась но эти ненормальные придумали теорию мол с курч есть оптимус оске на вселенной b ой 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 музыка какая ай ой 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 Герный баба, этот вброс лайкает Стивен Кейпл младший, хлебальников из Оби Верса становится все больше. Баттлтрап это обоссан и Эрен Хайт, и это не вспоминай разговоры про 2007 год. И я считаю это бредом, но ведь с каждым трейлером сбывается только худшее, и после Юникрона такое будет вообще неудивительно. Сечете о чем я? По якобы слитому сценарию в конце со Скуржа снимают маску, и ведь случится же худшее. Маску как с Фоллона? Ну когда с Фоллона маску сняли, мы ничего не увидели. Если говорить про Тарна, с него маску не помню, в комиксах снимали, не снимали, наоборот, на себя надевал. Вот это я сейчас вообще сейчас не могу не вспомнить, может и не было такого, ну ладно. А тут, может и действительно Скурж, это Скурж, это не оптимиспрем. Кто его знает, тут столько вот этих спекуляций и всякое прочее, я без понятия, давайте не будем гадать. Может действительно кажется ужас, но с другой стороны, может так все обыграется круто, что как бы вау. Не знаю, надо главное посмотреть. Кому-то да, понравится, кому-то не понравится, кому-то там не знаю, произойдет вообще мультивселенная в этом фильме, да. Скажем так и скажет, ну ерунда, кто-то там будет восхвалять. Опять же у всех свои вкусы, но слушаем дальше. И что там? Кто они знают к чему идут? Вот так вот, да? Идете по коридору, в школе идете, а там учительница, е-мое. Люди портят себе малину, но они успешно это делают. И еще я сделаю это, подожгу задницы всего одним вопросом. Что с графикой? И чтобы не путаться дальше, я прошу, давайте поставим границу между дизайном и самой графикой. Я не буду ныть про лицо Уилджика в этом пункте. Это будет дальше. Люди не хотят поставить фундамент графики в фильме, зависящем от графики как базовым элементом, считайте часть физики. Этим явно занимались объебавшиеся студенты, причем судя по уровню мастерства из моей шараги. И я не знаю, почему были эти люди, ЛНД, Марихуана, Спайсбол. С графикой соглашусь, она чуть-чуть какая-то, ну не такая, может даже не чуть-чуть, может она очень даже такая, какая-то странная. Может быть, когда придем в кинотеатр, мы увидим совершенно другую картинку. Если так, замечательно. Если все-таки то, что мы вот увидели в трейлере, то и будет в кино, я даже не знаю, как это повлияет в худшую, в лучшую сторону, никак не повлияет. Мне самое главное, чтобы графика была относительной, чтобы действительно глазам было приятно смотреть. И больше меня интересует не графика, сюжет, действия, взрывы, битвы, история, герои-персонажи и так далее. Графика, наверное, будет на самом последнем месте, в моем случае. А да, именно на это лицо, да и в принципе на все эти лица, блядей, алкоголиков, наркоманов и маргиналов. Потому что, раз, это, конечно, поправили с выхода тизеров, но мы прекрасно понимаем, что CGI-модельки живут в отдельном от нашего мира пространстве. И чтобы они не перекосаебывались по всему экрану в разные стороны и не дрожали, как в моей полотой руки используются так называемые якоря. На самом деле, я в душе ничего, как это правильно называется. Но суть в том, что должны быть точки, связывающие модели задний план. Но в данной ситуации с ними тоже не так хорошо, потому что заметить, как модельки ерзают во время движения камеры, могу даже я. Два. Текстурирование и освещение. Я просто не верю в то, что суют в экран, потому что модели банально ярче нужного, возможно даже с проблемами с экспозицией. Да и текстуры на них могут похвастаться мылом. Собственно, из-за освещения можно еще и к теням докопаться, потому что работают они не так. Например, эта сцена выглядит, как фанатский стоп-моушн с кастомом или фигуркой от резира на хромакиве. Три. Блюр. Я хер знаю, в чем причина. Может, у движения моделей самого кадра расходится количество кадров в секунду. Может их меньше, может их наоборот больше. Но факт в том, что это попытались загладить с мощнейшим размытием. Я отвечаю, в кинотеатрах фильм будет выглядеть вот так. Не, ну и если я вот такое увижу в кинотеатре, ну тогда понятно, я ничего не оценю, я ничего не скажу о фильме, потому что я ничего не увидел. Я пришел в кинотеатр и ничего не увидел. Нормально, за билет заплачу 10 евро, а я такое потом скажу. А я ходил в кино на фильм, но ничего не увидел. Вот это смешно, вот это смешно, я на заметочку себе запишу куда-нибудь. Ладно. Только музяку, вау! Четыре. Отсоси у тракториста. Вся анимация. Подожди-ка, не такая рифма. Как бы там, ну, три сотни. Три сотни. Хотите говорить про трансформацию? Пожалуйста. Среди кадра резкий переход в другой форме. Рандомные части, уходящие в никуда и появляющиеся из ниоткуда. Да, это реально просто плохая курсовая индусов. И да, в прошлых фильмах это было лучше. Почему? Да потому что банально у большинства деталей был путь от точки А до точки Б. Выверены так, чтобы они не сталкивались друг с другом. По итогу делая анимацию нирваной и плавной реалистичной. Верно, визуально фильм 23-го года проигрывает фильму 7-го года. Да даже операторская работа... Может быть здесь на трейлере так кажется, и все моменты здесь они не сумели что-ли показать, или не захотели, не знаю. Может быть действительно так, как говорит автор видео. Я без понятия. Все мы поймем, узнаем, когда посмотрим фильм. Вот, как бы впечатление и мнение возможно и правильно. А с другой стороны, ну может быть и справится. Ну тут-то еще чуть-чуть время есть, но может и справиться. Кто его знает. Как бы вроде и некоторая трансформация мне показалась ничего так. Я не знаю, посмотрим. Но как мы знаем и помним, действительно персонажей рисовала другая компания, менее опытная, и из-за этого мы видим эти пробелы. Не знаю, как это дальше будет влиять, они улучшат себя, кого-то другого возьмут, в компанию, в группу, чтобы было намного лучше, круче. Не знаю, но давайте досматривать видео. Это здесь сделано под должной чекушкой. Может кто-то слышал, но когда в фильмах появились сцены полностью из шайтан машин, то с ними появился совет. В движение камеры стоит добавлять хоть чуть-чуть тряски или адекватной траектории, чтобы у меня, во-первых, не вспотели яйца, а во-вторых, не закружилась голова, и не дай бог яйца. Что ты сейчас сказал? И это можно было бы простить, ссылаясь на то, что это тизер, но это трейлер, и до фильма всего месяц. О, да, я потребитель, дайте мне дизайн. Знаете что, засуньте свой креативный язык в свою креативную жопу. Новый не значит лучше. Я не имею ничего против Пабло, если это редизайн какого-нибудь Вилли. Я не имею ничего против Порше, только это джаз. Кроме этого, у дизайна в целом... Вот с этим джазом-миражом действительно, первое время нам мозги запудрили. Как мы когда-то видели первые моменты кадров по фильму Бамблби. Это Старскрем летит, это Старскрем летит, Йошкин Код, это Старскем, это Блейдзуинг, Йошкин Код. Это Блейдзуинг, тот самый Трипл Чейнджер, который в фильме вроде не Трипл Чейнджер, может быть в комиксах он и является Трипл Чейнджером, это я уже тут не знаю подправьте но фильме он вроде не был трипл чейнгером то что мы его не видели другой альт-режим на кибертроне он виде танка не был есть не ошибаюсь а дальше он только истребитель вот она это старским это был лично я моя появилась тенденция и ладно лица похожие на силиконовую вагину и лица похожие на моток медного кабеля и лица похожие на кошмар дизайнеров трансформеров я не знаю мне дизайн скерджа как бы нравится не знаю интересно ничего подобного как бы мы фильме вроде бы не видели чтобы как бы лицо напоминало эмблему да есть комиксах тарн это в комиксах в мультиках может что-то и было хотя в киберселенный тарн был так что он был и там и там а тут скердж майкла б такой вроде бы не было знак автобота 10 птикона еще чего то есть не ошибаюсь ну ладно может быть просто это мне нравится другим нет а им или гандамы среди всех этих лиц есть просто настоящий амбассадор ебласноса и это он потому что как мы знаем перезапуск создан для того чтобы отдалиться от изначального поэтому сделаем нулевое различие между лицами тех и тех чтобы натянуть угловатое лицо на абсолютно квадратную модель и вы скажете мистер сер вагин рад но хоть пару слов о сюжетной составляющей похвалите жидкое золото еще но что говорить о сюжете фильмом где пачка из мемов про омон газ и пачка из манки из ручьего носорога за раз убивать сильнейшего врага во вселенной на этом все видос про комиксы скоро будет фильм окажется шляпа и всем кто садится старать спокойного срапа вот такое завершение да вот такое видео мы сегодня посмотрели внезапно соглашусь то есть у меня мнение как бы вот тут у него вот тут а у других людей она вообще здесь скажем тогда что могу сказать как бы как бы что никто с некоторым моментом я наверно соглашусь действительно возможно так и окажется ли так есть с некоторыми я вообще не соглашусь ну а с определенными вещами возможно можно поспорить вдруг исправиться вдруг что-то еще чего-то всегда надеешься на лучше но если например получится что выйдет фильм и мы посмотрим и так выйдет что очень будет много людей которые скажут фильм крутой и скажут очень много людей фильм такой себе то значит действительно как бы тут 50 на 50 и уже как бы можете вообще фильмы пара трансформеров то и больше не будет потому что уже тяжело удивить либо надо искать уже профессионалов чтобы фильмы выходили по графике как marvel скажем тогда или еще что-то там напоминала плюс-минус поэтому как бы с одной стороны можно говорить можно спорить часами неделями столетиями циклами и так далее но все решится когда выйдет фильм в кинотеатре и там все определиться а пока что мы гадаем и гадаем хотя может быть какой стороны уже что-то очевидно все на такой нотке давайте буду заканчивать на что все что можно я вроде бы обсудил и рассмотрел и посмотрел и сказану спасибо просмотра не забудьте подписаться на канал нажмите обязательно лайк для поддержки также нажмите на колокольчик что мне пропустить самые свежие видео и конечно же увидимся в новых свежих видео на различных реакциях и не только всем спасибо всем дачи всем пока